коллеги добрый день с вами сергей нововский в рубрике совет недели на канале автомаркетолог мы часто говорим о всяких продвинутых новых технологиях хитрых бизнес-процессах давайте поговорим о самом-самом базовом работа с возражениями клиента вроде как все известно давайте пройдемся еще раз по самым основам посмотрим итак на этом слайде я собрал для вас лучшие практики преодоления возражений клиента для начала необходимо полностью выслушать возражение хороший продавец не тот кто слишком много говорит а тот кто внимательно слушает сосредоточьтесь на том что говорят клиенты убедитесь что клиенты понимают что их слушают не торопитесь немедленно ответить избегайте негативных эмоций и реакций и завоюйте доверие клиента до той степени до которой это можно завоевать в рамках вашего нескольких часов или нескольких десятков минут когда вы с клиентом работаете полностью поймите возражение часто мы начинаем спорить с клиентом не поняв что клиент говорит за возражением клиентов могут крыться проблемы которые клиенты не всегда могут сами раскрыть постарайтесь изучить эту проблему и понять суть попытайтесь понять что в чем суть возражения клиента задавайте вопросы подтверждающие понимание сути проблемы то есть я правильно вас понял правильно ли я вас понял подтвердите удовлетворение опасений кивок головой не может быть воспринят клиентом как подтверждение удовлетворение его возражения скажите да нет правильно ли я понял вас хотите ли вы что-то еще добавить спрашивайте клиента доволен ли он предложенным решением и не требуется ли каких-либо дополнительных объяснений иногда преодоление возражения заключается не в том чтобы дать ответ но поможет укрепить отношения с клиентом не все не на все возражения можно дать достойный аргумент но работая с клиентом выслушав клиента возможность вы согласитесь с возражением клиента но при этом вы строите доверие и постоянно запрашиваете продаж преодоление возражений не подтверждает фактическую продажу если вы отработали возражение привели достаточно весомый аргумент скажите я вы удовлетворены моим ответом можем ли мы возвратиться к обсуждению продажи автомобиля или дополнительного финансового продукта вот это очень важный момент принуждение клиентов к покупке может только ухудшить ситуацию то есть вы запрашиваете продажи но не давите на клиент со стойкими клиентами нужно быть очень тактичными используйте вербальные и невербальные сигналы которые могут сказать готов ли клиент к покупке если что-то не ясно задайте несколько открытых пробных вопросов чтобы узнать готов ли клиент сделать следующий шаг и никогда не пытайтесь перехитрить клиента клиенты понимают чувствуют обман фальшь фальшь не помогает то есть может быть кого-то вы обманете кого-то кому-то вам кого-то вам удастся закрыть каким-то какой-то хитростью но в большинстве своем клиенты чувствуют фальшь и это их отталкивает и предоставьте клиенту всю информацию которая требуется для принятия решения итак коллеги на слайде были показаны самые базовые инструменты работы с возражениями клиентов их иногда имеет смысл повторить а отрабатывать их лучше всего ролевыми играми внутри дилерского центра соберитесь группой продавцов или группой менеджеров отдела F&I один из вас клиент второй сотрудник потом поменяйте с ролями и отрабатывайте возражение вы увидите как вдруг в какой-то момент вы почувствуете насколько более уверенно вы работаете с возражениями клиента и насколько более уверенно вы делаете продажи опять-таки будь то автомобиль дополнительный финансовый продукт или что-либо другое что вы продаете и Субтитры сделал DimaTorzok